Пограничная безопасность Дорожная обстановка в регионе ускладняется У зимку будем со своей Городниной Закладка у стабфонда и де запереджением Чистый лес Министерство лесной господарки закликает беларусов унести свой уклад у наведения парадку А зараз об этом и иншим больше подробязным Якость мясовых дорог необходимо поднять до узровня республиканских Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, наведывающий за рабочей поездкой Слуцкий район Пытание об необходимости одновления дорог мясцового призначения Была узнята еще у красавику на нараде у керавника державы Тогда было отзначено, что республиканские магистрали привели у добрый стан И теперь нужно больше активно заниматься дорогами у регионах По выниках нарады президент доручил проанализовать разные способы будавництва дорог Выучить международный опыт Об этом сегодня ему и было доложено Кроме того, президент поставил перед промысловцами задачу Поширить линейку дорожно-будовничьих машин Пограничная безопасность как неотъемная частка безопасности национальной Сегодня в Мазырском районе пройшла нарада по пытаниях реализации в регионе державной пограничной политики Особливую увагу уделили взаимодействию структур, которые имеют в отношении до этой темы Ситуацией на границе потекавился Олег Сентюров Деловая конструктивная размова минавито так вызначили формат сустреча и еудельники Темп для обмеркования шмат, темп баш шлахова границы клопат не только пограничников У зале представники органов улады, силовых ведомств, мытни, лесной господарки, дорожной службы И полезных державных градаций на экологичных заповедника Сегодня по его территории проходить больше 100 километров державной границы Разом с тем, по причине высоких узровневых радиации На некоторых территориях постоянная присутность пограничников просто немогчима По оккульту это выкористовывается операционная бригада и фотопастки Что дозволяя выявлять порушальников Олег этого недостатково выращать проблему меркуется Перш за все больше широким укоронением техничных сродков Наиболее эффективной мерой в охране границы на зараженной местности Считаю возведение там инженерных сооружений и заграждений Инженерно-оборудование границы в зоне отселения и отчуждения Позволит контролировать состояние границы И будет препятствовать пересечению границы Особенно важный момент – это транспортными средствами На которых можно доставить в нашу страну боеприпасы, взрывчатые вещества Взрывные устройства и иные средства пирога Техничным сродкам контролю на границе сегодня надается усе башь значная увага А прача пересловных пунктов у пограничников Контролировать завоз на территорию Беларуси редактивных речев Теперь будут еще и специальные стационарные системы Сейчас их установкой занимается мытный комитет Это же ведомство укороняет еще одну систему автоматизированного вида назирания Теперь в пунктах пропуску будут иметь всю необходимую информацию Еще до того, как автомобиль приедет сюда Запланированы к реализации в пункте пропуска нового ГУТа КАП, так называемая автоматизированная система Считывания номеров и внесения ее автоматически в базу данных Которую могут использовать при пропуске товаров и транспортных средств Все службы расположены в пункте пропуска Новая и модернизованная сброя, бронежилеты, спецтехника, системы ночного бачення У рамках семинаров по пытаниях реализации державной пограничной политики Я гауденникам демонструюсь практически весь арсенал пограничных подразделений Ситуацию на границе нельзя назвать неспокойной Али спробы провозу на территорию краины наркотиков, сброи и выбуховых речев не спыняются Сирот порушальников законодавства так само нелегальные мигранты И грамадяни суседних краин, які займаются контрабандой От перевозки цигарет до несанкционованного сбору грыбов и дикоростых ягод Бронированная разведывальна дозорная машина Ходкость пашаши коля 100 км в годину Сбег ЧАДЕ в уголе немогчимо, бо тут есть еще и два куляметы С дальностью стрельбы до двух километров Хоть и человеческий фактор своего уплыва не страчивая За 9 месяцев этого года пограничники, мыдники и простунки силовых ведомств Провели на границе больше 100 суместных специальных операций Почас таких только товаров, как фисковано, амально 3 млн рублёв Хоть тут есть над чем проразовать Уже в 5 годов денеживать республиканские и региональные кардонационные советы Але непоразумения помеж ведомствами, які ворошают агульную задачу Усё еще возникают, почас нарады у Мазары об этом казали так само Существует ведомственная разобщенность Каждое ведомство варится в собственном соку Каждое ведомство внутри себя эти проблемы Не понимая о том, что если мы сообща вместе будем решать проблемы То даже, правильно было сказано, даже невыполнимые задачи можно выполнять Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио-компания «Гомель», Мазарский район Закладка Гароднины и Садовины у стабилизационной фонды Гомельской области Иде за пиареджением графика Створение запасов будет завершено до 15 листопада Про это поведомил начальник регионального управления гандлю и послуг Александр Качан Темпы закладки плода Гародниной продукции у разрезе ее наименнее Ушмат учим адлюстровують ход уборочной кампании У приватности у регионе убрана уся цебуля Урожай якой склав больше за 20 тысяч тонн А бульбы накопана амаль 90 тысяч тонн Набирая обороты уборка морквы и бураков Заходящий из объема урожаю запасы дозволять забеспечить Бесперобойное поступление мясцовой Гароднины у гандлювую сетку в области до конца весны Семога Кастришника мясцовой улады проведуть черговые промые телефонные линии На питание же хоров Гомельской области откажа намесник старшині Абл Выконкама Уладзимир Александрович Прывалов Звернуться до яго можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомелі 33 12 37 А у Гомельскім Гарвыконкамі прямую линию проведзе перший намесник старшини Александр Иванович Сивакоу Нумер телефона 33 09 59 Не уличили умовы на дворье і не заховали дистанцію Сьогодні раніцей на вулиці Савецкай, каля припынку универсітет Отбылась авара з уделом пяти легковых аутамобілів Ніхто не потерпеў, удаї адзначають Дорожная ситуація в області у ближайші дні будзі складанай Прогнозуюцца дажжы і туманы Дзярша аута інспекція рекомендуе водителям Быць уважлівамі при праездзе пешаходных піроходав Варта праверыць справнаць фар і габарытных агнёв А пешаходам абазначать сябе святло адбівальными элементами При гэтым температурный фон у ближайші дні будзі у межах климатычной нормы У регіоні уначы чакаецца ад трох до восьми градусов тепла У дзінь будзі 10-13 градусов в шей за нуль А тепління у жилёвым фонде Гомельщины могуць пачать уключаць на наступным тыдні При умові зниження температуры поветра Як поведаміли у Дзержавным аб'яднанні жилёва коммунальна господарка Гомельской області Середня суточна температура поветра у регіоні ад восьми до девяти градусов і в шей По нормативах для падачы цяпла у жилые дамы Яна не павінна перешаць 8 градусов на протягу 5 дзен Нагадаєм, з третіга кастрычніка цяпло падшали падаваць у дзіцячая сады, школы і іншія соціальні аб'єкты Проверка натрывалаць, худкаць і професіоналізм Сьогодні на базі спеціалізаванного ліцея при Університеті громадзянській абароны МНС Адбыліся міжнародні спаборніствы по пожарно-выратавальнім спорці на Кубок Дружба Яны проходзіць на протягу амаль 40 гаду Сьогодні у дзіл прымають команды з Гомельской і Бранцкой області Хто став пераможцем, доведаліся наші корреспонденты 30 вратавальніків з трох команд і тільки один кубок На шляху до яго, стомя троўка з перашходами, уздым на четвертый поверх Учебной вежі і боєвої разгортвання Мастерством у гэтых дисциплінах мераліся вратавальнікі з Беларусі і Расії, Гомельской і Бранцкой областей Тому гэта спаборніствы не тільки спортивный поядынок, але й махчымась обмяняться вопытам Наші ветерані, які вже знаходяться на пенсії, які знаходяться на заслуженому віддіхі Начали цей турнір 39 років назад І я, ще будучи молодим лейтенантом, выступав на цьому турнірі Я сам займався пожарно-спасательним спортом Поэтому на данный момент я хочу сказати, що не ми ці традиції починали, але ми ці традиції продовжати Все літа спаборніства казались особлива складанами, бо виконуваць некаторая дисципліна доводілася под дажжом Першая з їх 100-метровка з пірошкодами, уключаю перадоління 2-метровага плота, подхват 5-килограмовага рукава, затым яшчы некалькі пірошкод Дарэчий рекорд у гэтай дисципліні у нашій країні належить гомельскому вратавальніку Владимиру Стральчені Другая дисципліна – падйом на четвертый па верх в учебной вежі, де узбірацца приходіцца з допомогай лесвіців агой у 8,5 кілограмов І тут агульно-республіканский рекорд так само належить у Владимиру Стральчені Во-первых, це напряму свято з нашою діяльністю для спасення людей, каждая секунда на счету І чим быстрі ми взбираємся на четвертый этаж учебной башці, тем в реальній жізні ми быстрі прийдем на поміч Каманда Владимира Стральчені одразу була головним претендентом на лідерство Некалькі дзен тому з перамоги вратавальніки вернулися з чемпіонату світу, який проходив у Турції Тому выник з поборністу у прадказальній перамогу отримала команда Гомельській в області Ганна Ковалєва, Максим Савін і Гармарышченка, теля радує компанія Гомель Більш за 2 кілограмы марихуаны конфіскавалі супрацовнікі правооховных органов у Жахара Рэчыцы Пачас оперативно-вышуковых мероприємства у супрацовнікі міліції затрымалі 32-гадовага мужчину Які падазраваўся у незаконным абароці наркотыкаў При сабі ёнміў курыльнае прастосаванні і скрутак з марихуанай Аперативнікі таксама агледзіли гараж, які належыць яго маті, дзе знайшлі высушеная рослинная рэчава Для паравнання ўжо 100 грам гэтага наркотыку лічыцца буйной вагой Мушына заховывав ў 22 разы больш Жахара Рэчыцы не был судім ранее і ствараў уражані добарпристойныга грамадзяніна Зараз ў дачынені до яго узбуджена крымінальнае справа Сатруднікі отдела по наркоконтролі противадзісті торговля людзьмі Речецкого райотдела міліції Получили інформацію о том, що 32-летній речичанін занимаецца заготовкай наркотічкі срэст Действительно не проверили эту інформацію і оказалось, що мужчина в гараже своєї матері хранил марихуану Возбуждено уголовне дело по части 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республіки Беларусь Санкції статьи предусматрюють наказання в виде лишення свобода на срок от 2 до 5 лет Два жахары мазыра скрали велосипед, але ніяк не чакали убачить себе на телеэкранах А потім і у соціальних сетках Сдабычу выражали тихо вернуть на місце, але позбегнуть покарання им не удалося Візначить особи двох зломисників, які зарабляли крадяжами велосипедів Отрималося дякуюч камерам відеоназірані і необіяковості жахару мазыра Характерно, що злочинці спробували выблытицца з далікатной ситуації з минимальними наступствами Убачившись себе на телеэкрані, яны вернули скрадений велосипед у ладальніку Благодаря тому, що дом був оборудований системою видеонаблюдення, була з'ято видеозапись з изображенням предполагаємих преступників Впоследнюючим указанна запись була направлена на телеканал «Мозырь» для того, щоб опубліковалась в соцсетях і на телевидні Буквально на следующий день злоумышленники, які похитили этот велосипед, вернули його на місце Кожне злочинство варто покарання, позбігнути відказності зазроблення велосипедним злодіям не удалося Іх затримали празнікалькі дзен, дякуючі пільності місцівых жахару Акція «Шісты лес» пройдя завтра у нашій країні Міністерство лісної гасподарки закликає беларусів унести свій уклад у навядзенні парадку Стать удзельникам акцій може кожне, для гэтага достатково звернуться у любое лісництва Організація «Мінлясгаса» забезпечать усіх удзельників мероприємства необхідным інвентаром Акція «Шісты лес» уже стала традиційной, у першыню яна была проведена у 2010-м годі Майстры польського малюнка у Палаце Румянцевых і Паскевичаў Аткрылася выстава со збору Падляшського музею Белостоку і Окружного музею Сувалках Гэта черговый проект организованы при патрымце Польського института у Мінску І накераваны на знайомства з мастацкой культурой країны-суседкі У експозиції бош як 300 графічных творов польських майстров 19-го, 20-го стагодзів У Гомілі Яны демонструються у першыню Выставу характеризує багатая жанровая разнастайність Партреты і карикатуры, пейзажи, сюжетные замалёвки, історичные сцены і фантасмагории У Палаца Румянцевых и Паскевича можно убачить работы таких знакомитых польських мастаков Як Юліуш Косак, Ян Матейка, Станислав Виткевич і многих інших Экспозиція представляє наведвальникам цікавый творчий матеріал І одночасово з'являються своясаблівай презентацією польських музею Я очень рад, что мы могли привезти в Гомельский музей Нашу выставку «Майстры польского рисунка» Это большая коллекция, это ценность Мы хотели вам в Гомеле показать эту ценность И дякуем Польскому институту Зминска И директору музея в Гомеле, что можем тут приезжать Гэты и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернету по адресі www.tvrgomel.by Далей у эфиры спортивный огляд З новинами спорту вас познайомить Максим Савян З новинами спорту вас познайомить Максим Савян З новинами спорту вас познайомить Максим Савян З новинами спорту вас познайомить Максим Савян